Байкал 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 это на минуточку примерно одна пятая часть всех запасов жидкой пресной воды на земле Наверное, всем важно знать, что с этой водой происходит Есть общая задача Нам нужно быстрее и качественнее подсчитывать количество рачков Мы используем все те же методы, которые использовались 50-60 лет назад Сколько в среднем времени уходит на анализ одной такой пробы? Вот эту мы 3 часа изучаем а вот эту часов 7 Мы живем в 21 веке а не в середине 20 По идее, если у нас есть группа похожих объектов, то компьютер должен научиться их классифицировать а на практике, кстати, не знаю Использование современных технологий могут показать, что традиционный способ исследования может быть значительно ускорен ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Молодец! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Проект точки номер один это самый длинный проект экологического мониторинга планктона в мире Он начат был в феврале 1945 года И начиная с февраля 1945 года в одной и той же точке озера Байкала примерно раз в две недели берутся пробы Побы берутся на разных глубинах от поверхности до 250 метров Одним и тем же методом вот эти уже 77 лет ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В этих пробах определяется количественный и качественный состав фитопланетного, то есть мельчайших водорослей и мельчайших рачков, которые эти водоросли поедают Все это заносится в журналы, в карточки и мы видим вот это все в динамике 77 лет и можем представлять себе глобальные процессы, происходящие в озере Байкала Это классификация, она морфологическая Это сложно, это экспертная деятельность На это нужно положить годы жизни, чтобы научиться Надо смотреть в микроскопы с утра до вечера если это в полный рабочий день от этого устает голова, от этого устают глаза портится зрение Это очень тяжелый физический труд Важно сделать так, чтобы люди, которые квалифицированные которые получали много лет образования они тратили больше времени на творческую работу чтобы они могли заниматься деятельностью, но которую невозможно автоматизировать и мы хотим давать людям вот это время для нас, для Яндекс Клауд, как для части Яндекса это продолжение добрых традиций мы можем показать, что цифровизировать отрасль, которая находится довольно далеко от мейнстрима цифровизации вполне возможно даже относительно небольшими силами Наша задача изначальная, чтобы облегчить жизнь биологам Распознавание образов на текущий момент это вообще очень простая задача при одном но при одном если если у тебя есть супер датасет с отличными картинками в нужном тебе качестве все то, что называют цифровизация и так далее оно всегда сталкивается с реальным миром В машинном обучении есть такое понятие garbage in, garbage out то есть если ты кормишь алгоритмы плохими данными модель, которая получится, тоже будет выдавать тебе какой-то garbage Ну, данные мы будем давать те, которые мы можем собрать поэтому машина должна научиться понимать данные, которые понимает, условно говоря, студент Вот мы сейчас занимаемся тем, что мы обучаем первичной грамоте и алгоритм Самая главная задача, которая перед нами стояла это накопить большой массив данных попробуем отфотографировать, пробуем то есть отцифровать их и загрузить Мы сделали, получается, по тысяче фотографий каждой формы организмов Тысяча изображений с одним видом, тысяча изображений с другим видом тысяча с третьим Мы построили модель И все говорят, да, все прекрасно, фотографии загружены Алгоритм учится, алгоритм делает Все, мы его уже обучили Давайте реальные фотографии Очередная загрузка файлов и смотрим что-то не то, что-то изменилось Это было уже поздно Вот, в итоге это выглядит вот так Ну, это водоросли Вот тут есть некие объекты Их надо детектировать, классифицировать И если сравнить это с тем, что нам показали в самом начале Ну, как бы разница видна Заметно Первый случай исходной картинки это, считай, идеальный датасет для вот небольшого набора видов Это совсем другая история Прям, ну, совсем Ребята Собирали датасет в санитарных условиях То есть, пытаясь сделать так, чтобы каждый рачок был виден в разных профилях Анфас, профиль сверху, снизу и так далее Но дальше машинное обучение обучилось на том, что видела И выяснилось, что на реальных данных это не очень хорошо работает Ну, то есть, полтора года Делали не то, моленька, получается Мы по-своему, видимо, на свои особенности, да, как у биологов А у специалистов IT-технологий, там, да, у них свои особенности Был сделан второй подход, где уже датасет был существенным образом переработан Больше на реальных данных Ну, отлично, что сейчас мы нашли общий язык Что подразумевается под системой нейросетей, да, то есть алгоритм, который без человеческой помощи сам обрабатывает пробы Вот, с микроскопа загрузили порядка 120 изображений в этой пробе Как ты думаешь, сколько времени идет на ее обработку? Все готово, будущее наступило Весь этот проект находится на мощностях Яндекс Клауд Мы предоставляем DataSphere, в которой происходит анализ данных И откуда запускаются все задачи по тренировке моделек машинного обучения Тогда даже компания из нескольких человек способна сделать что-то по-настоящему большое Поскольку все кубики у тебя уже есть У меня отличная новость Первая версия нейросети для автоматического распознавания экосистемы Байкала Запущена в продакшн и начала свою работу Она распознает уже больше половины различных микроорганизмов, которые существуют в экосистеме Байкала На данном моменте алгоритм не будет выдавать фотографии Он скажет, я вот, допустим, определил, это там керателло квадрата с яйцами И мне нужно подтвердить, правильно это или нет Времени ушло, допустим, 10-15 минут Мне не нужно сидеть за этой пробой 2 часа или более Я даже не думала, что мы увидим такие результаты И такую работу алгоритма Для меня это уже вау Эффективность исследователя кратно возрастает То есть раньше ты мог проверить несколько гипотез в месяц, а теперь несколько десятков или сотен гипотез в месяц Что, конечно, это просто другой уровень научного исследования Конечная наша цель как раз полностью избавиться от ручной обработки проб Чтобы все делала как раз нейросеть А как скоро можно будет убрать человека из этой системы? Про компьютерные технологии, машинное обучение Часто есть такая мифология, как будто они сами за тебя все сделают Все новые технологии, они скорее про рутину То есть ту деятельность, которую ты можешь автоматизировать, она довольно рутинная И в целом ее никто не хочет выполнять Я думаю, что при нашей жизни мы не придем в состояние, когда машина способна заменить человека Сложно делать научные исследования, глядя только на цифровой слепок Скорее источник вдохновения, он вот как раз где-то находится под зеркалом микроскопа Я считаю, что здесь, на уровне изучения сложных экосистем Мы должны как человечество делать это постоянно Сюда привозятся пробы После того, как мы уже их полностью просчитали И они как раз вот здесь у нас и хранятся Ну, за все беда Сейчас я пока буду расступлять пробы, он уже будет вынести Знаем ли мы хотя бы один проект, который продлился хотя бы тысячу лет? Ну, я не могу придумать Вот, пожалуйста, точка номер один – это классный пример проекта, который длится уже больше поколения Ну, Лера, нашла пробу своего года рождения Вот эти вот вопросы, принципы и методы работы природы, они актуальны не только конкретно для Байкала, они общие Данные, которые так сложно собираются, мне кажется, должны быть открыты в целом Это будет способствовать научному прогрессу Поэтому я очень рад, что и этот датасет мы выложили в open source И, на самом деле, будем продолжать дальше выкладывать свежие версии Огромное количество вещей, которые делает Яндекс.Облако, то есть этот проект и другие, у них есть вот та реальная составляющая То, что ты не просто абстрактно что-то классифицировал, ты немного помог продвинуться в миропонимании В том, как эволюционирует одна из самых сложных экосистем в мире, какие там есть закономерности Мы исследовали очень-очень-очень поверхностно слои То есть Байкал мы изучили не больше 5%, все остальное не исследовано Это, конечно, абсолютная терра инкогнито, непознанная Целый космос для исследований, и только с этой точки зрения это круто Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok